НТВ Далее полузащита слева 24 номер Робсон Нет, ваш комментатор не сошел с ума Опять-таки для тех, кто не следил за командой В течение двух месяцев Произошли изменения Тактический Робсон сегодня играет в полузащите на левом фланге Здесь может и Шоль пробить И Эффенберг Это опасно, поэтому такую мощную стенку выставляет Александр Филимонов В ней мечется Элбер Мешает Спартаковцам Шоль у мяча Обводящий удар и прямо в руки Филимонова Размелся голкипер Спартака Шоль чем-то недоволен Видимо тем, что кто-то из стенки до свистка выскочил Не знаю, чем здесь Может быть недоволен Шоль Снова возбуждены трибуны Видимо в атаке Баварии Так и есть Еремес Еще одна разминка для Александра Филимонова Что-то пока Булатов с Титовым Слишком много свободы Действия предоставляют Игрокам Баварии в центральной зоне Вот оттуда исходит уже не первый раз угроза воротам Филимонова Но пока такая достаточно относительная угроза И никто не решился взять игру на себя Эффенберг Еще один удар по воротам Филимонова Как-то становится тревожно С большой надеждой, я бы так сказал, ожидал этого матча И каких-то подвигов в исполнении Спартака И сейчас по первым 12-13 минутам находится в некотором недоумении На основании увиденного Я бы предложил рядом с телевизором поставить календарик Баранов Ну, есть возможность пробить по воротам удар Едва там рикошет не помог Василию Баранову Ну, вот и Канн вступил в игру Вы спросите, а зачем ставить такого игрока? Зачем рисковать? Ну, вот и Юрий Михайлович Лужков Оказывается, тоже в Мюнхене Приехал поболеть за Спартак Ну, может, или по каким-то еще Своим делам там оказался Ну, в общем, поддержка у Спартака есть И около 30 минут уже сыграно Пока 0-0 Эффенберг пасует опять в штрафной площади Но это все снова разминка для Филимонова Немцы бьют много по воротам Но как-то делают это очень вяло Элбер в одиночестве движется к штрафной площади Красивый очень удар Мяч попал в штангу Но это совершенно непонятно, почему При атаке 2 в 5 Нападающему позволяют наносить такой удар по воротам И, по-моему, Филимонов как-то был не готов К такому повороту событий И очень хороший обводящий удар получился у Элбера Но мяч, к счастью, попал в штангу Плассироваться начал Митревский Не пошел в отбор Поэтому любое повреждение Оно может быть более болезненным Нежели чем в разгар сезона Ну, вот Ресметов здорово, как пробил Ресметов Вот молодец С какой сложнейшей ситуацией Нападающий сборной Узбекистана Сориентировался и взял игру на себя И какой удар 35 минут понадобилось Жафару, чтобы себя проявить Да как? И Кан лишний раз подтверждает Что, безусловно, он на сегодня Один из сильнейших вратари мира Баранов Но здесь Кан снова разбирается Вратарь, конечно, блестящий У Баварии И как бы неважно и безалаберно не играла Оборона немецкого клуба С таким вратарем, в общем, наверное, можно себе все, что угодно позволить Пытывает немецкий клуб При игре Задней линии Ну, лишний раз мы в этом с вами убеждаемся Еремин с Куфюром Как примерно Ананка с Чуйса, прошу прощения, с Кофтоном Повели себя в этом эпизоде Блестящий совершенно сейф Оливера Кана Эйфенберг Пас на Элбера Филимонов в порядке Ну, сложно сказать, почему спартаковцы так Дистанцируются от нападающих немецкого клуба Когда они получают мяч Давайте еще раз посмотрим, как Элберг Просто в дураках оставил защитников спартака Сделал такую дугу По ней оббежал Ананка и Дмитревский И в результате оказался совершенно один И Безродный, и Калиниченко, и Робсон А вот Ананка пошел вперед И с левой ноги Ну, на тренировку он всегда отрабатывает удары с левой И Джафар и Рейсметов Как неплохо мяч украл Робсон, ну вот на месте нападающего сыграй Ах, чуть-чуть не попадает Робсон Мяч-то мягко подрезал он над Оливером Каном Вот в своей тарелке, наконец, впервые за этот матч Почувствовал себя Луис Робсон Вроде бы все правильно сделано Но опять-таки отдадим должное Кану Который максимально сократил дистанцию с нападающим Ну, в данном случае с Робсоном И, конечно, в такой ситуации точно пробить по воротам Подрезать мяч над Робсоном Но это надо быть как минимум Ривальдо Робсон пока не Ривальдо А Чуиса за Шолем приглядывает Ну, все нормально Все чаще и чаще смещается на место опорного Полузащита Робсон Что же он делает, Робсон? Это же Спартаковская штрафная Все моменты, которые создает Бавария Они возникают на ровном месте Опять лежит Егор Титов на газоне И лежит уже, по-моему, очень серьезно Давайте еще раз посмотрим Удар Шоля Филимонов правильно абсолютно делал Не рисковал брать этот мокрый мяч намертво Отбил в сторону Сейчас и от Егора Титова тоже очень много зависит От того, как Спартак будет в обороне играть А вот вам и Элбер с его первой ногой То, о чем мы говорили с вами в первом тайме Фантастическое умение этого нападающего Сыграть первой ногой Что это такое? Посмотрите сами Ближний к мячу ногой Протыкает, словно Ким Шар бирьерный в Лузу Вот так вот и играет Элбер После прострельных передач После навеса в штрафную площадь Не тратяйте времени на обработку мяча Шоль Снова перед ним вырастает Булатов Шоль бросает мяч на Янкера Смотрите, как корпус ставит Янкер Шоль очень опасно И снова молодец Митревский Все правильно делал абсолютно Ну, понимаете, тут тоже надо Прежде чем критиковать Митревский Нужно отдать должное Элберу Все-таки это блестящий совершенно нападающий Как он освобождается от опеки Это просто, смотрите, опять один стоит Вот секунду назад Митревский его вроде бы держал Одним движением Одним рывком Элбер уходит Просто за спину игроку и все Из разу вводит мяч из-за боковой линии Ананка промахнулся Элбер, какая досада Ну вот взять и получить такой дурацкий гол В общем-то На ровном месте же все это произошло Отдувается Мехмед Шоль Ну, не сказать, что Бавария прямо же так сильно этот гол заслужила И что он вообще был нужен По тому, как складывались Эти минуты И игра в целом Давайте еще раз посмотрим повтор Кофтун перед Элбером Вот смотрите, что Элбер делает Два прыжка и все И уже чуйся Перед ним Митревский За ним А сам Элбер ровно вот этого коридора В полтора метра хватило для того, чтобы проткнуть просто мяч головой и все Вот нападающий Сколько угодно можно Ну, вообще очень показательный эпизод Конечно, виноваты защитники Но Я бы все-таки отдал должное прежде всего Элберу На успех своей команды Еще раз смотрим этот эпизод Но все здесь по-дурацки получилось Ананка поскользнулся Булатов не попал по мячу Дмитревский с Чусе не разобрались И Джованна Элбер Всего лишь второй мяч, между прочим, забивает в этой лиге Чемпионов Янкер Это не Янкер Кто же тут совсем один Янкер это был Почему-то Элбер решил сам пробить поворот Наверное, тоже уже устал Ковтун, навес в штрафную площадь Но там Оливер Кан Ну и Развлек Оливер Кан Публику и своих партнеров Отправив мяч на угловой Пока не раздался финальный свисток Нужно искать шансы Может быть, получится его найти Опять назад Но почему бить-то Ананка должен? У него удар явно же слабее Тем более с такой дистанции Да, может быть, что-то более путное могло получиться из этой атаки И все, звучит свисток Датского арбитра Кнуда Эрика Фискер